Убийство стало гораздо меньше в процентном соотношении в целом насильственных смертей. Также жизнь человека становится с течением истории легче из-за вакцин, развития медицины в целом, снижение смертности. Количество людей, которые живут в комфортных условиях, растет. Чем не прогресс? Объясняю. Находясь на любом историческом этапе, абсолютно в любом историческом периоде, мы смотрим на все предыдущие исторические периоды с точки зрения того, что у нас есть что-то, чего у них не было. В средние века люди рассуждали на тему того, что вот у нас есть Иисус, а раньше у людей их не было, они были язычниками, поэтому они все в ад попали после смерти, а у нас зато все заебись теперь. У нас есть шанс в рай попасть. Потом, когда отказывались от этого дремучего христианства, то начали рассказывать, вот до нас было дремучее христианство, а до этого было еще более дремучее язычество. А сейчас у нас есть наука, и мы понимаем, как устроен мир по-настоящему, механистическая модель вселенной, вся хуйня. И сейчас, в 21 веке, мы говорим, убийств стало меньше, права человека обвалять, продолжительность жизни и так далее. Но мы говорим это только потому, что это у нас есть, а раньше этого у нас не было. Поэтому мы из этого выстраиваем нарратив о том, как, соответственно, вся история, шлак, вот, блядь, тому, что вот у нас есть, сейчас оно поэтому лучше. То есть не наоборот. Мы в каждый отдельно взятый период придумываем себе ценности, исходя из того, что у нас есть сейчас, да, то есть вот мы смотрим, какие вещи у нас есть. Они, вот, эти вещи ценные, просто потому что, потому что они у нас есть сейчас, а значит, в периоды, когда этих ценностей у нас не было, было хуже. А значит, мы двигаемся от худшего к лучшему, а значит, прогресс. И в этом, собственно, состоит, как бы, вся формула этого самого прогресса. Механизм образования этих ценностей, он тоже очень простой. Вот, у власти всегда есть какая-нибудь клика дегенератов, так или иначе. Ну, просто люди у власти, я их называю дегенератами. Всякого рода аппаратчики, мандарины и так далее. Когда одна клика дегенератов сменяет другую, они начинают про предыдущую клику дегенератов рассказывать всякую хуйню. Ну, то есть там, не знаю, съезд Хрущева по, там, осуждению культа личности Сталина, там, Трамп засирает Обаму, блядь, Байден засирает Трампа. Ой, это всегда так, абсолютно. Предыдущий лидер, он папка бля-мудак, а я папка для бумаг, короче. Значит, зачем это надо? Это надо для того, чтобы показать, что на фоне того, что было, я не такой уж, в принципе, плохой, а может быть, даже очень вполне себе пиздатый. Таким образом, сам напрашивается исторический нарратив, что вот один режим, сменяющий другой, он все пизже, пизже и пизже, потому что они поступательно, каждый про предыдущего, говорят, какие они были уебаны. Вот как бы и все. Это весь прогресс. Технический прогресс, это немного другая тема, потому что технический прогресс, это все-таки про полезность, про возрастающую полезность. Но в конечном счете, наше представление о полезности тоже продиктовано ценностями, которые исходят просто из того, что, ой, у нас что-то есть сейчас, и этого не было раньше. А значит, это ценно, а значит, это хорошо, а значит, мы двигаемся от худшего к лучшему. Понимаешь, то есть, когда мы говорим, что, значит, люди стали дольше жить. Долголетие, хорошо это или плохо, да это никак, само по себе. Ценность человеческой жизни, это не ценность долголетия, это разные понятия. Ну, как бы, для кого-то хорошо, для кого-то нет. Ну, как дождь, блядь, дождь, это хорошо или плохо. Да хуй его знает, блядь, кому-то хорошо, кому-то нет. Когда-то хорошо, когда-то нет. То же самое долголетие, блядь. Долголетие Байдена, блядь, это хорошо или нет? ну хуй его знает значит это просто какой-то фактор который сейчас есть а раньше не было раньше люди жили меньше ну как бы и все